Здравствуйте, ребята! Привет, друзья! В эфире программа для самых любопытных и любознательных «Почемучкины» и «Следопытки». А ведем ее мы, Иван Лукьянов и Илья Кузнецов. Сегодня мы решили затронуть историческую тему, касающуюся столетия начала Первой мировой войны. И поговорить о том, какую роль сыграл наш Нижегородский край в той войне. А для того, чтобы наш разговор получился грамотным и интересным, мы решили обратиться к кандидату исторических наук, профессору, заведующему кафедрой истории России Нижегородского государственного педагогического университета Кауркину Радиславу Вячеславовичу. Здравствуйте, Радислав Вячеславович! Здравствуйте, ребята! Уважаемые телезрители, приветствую вас! Нам любопытна тема Первой мировой войны, так как это один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. К тому же погибли достойные нашей памяти люди. Но ведь сейчас живут внуки и правнуки погибших героев. И пока еще не поздно освежить память и передать ее потомкам. Радислав Вячеславович, скажите нам, из-за чего началась война и почему ее называют мировой? Да, вы правильно рассуждаете. Это действительно был один из самых крупнейших конфликтов военных в 20 веке. Участвовали практически все более-менее значимые страны на тот период, то есть на начало 20 века. Мир как бы раскололся на два лагеря. В одном лагере находилась Россия, Франция, Англия, которую поддерживали еще Соединенные Штаты Америки. Такие те страны, которые входили в зону влияния этих стран. С другой стороны воевала Германия, которая первая объявила войну от России, Австрии и Венгрии. Позднее к ним присоединилась еще Турция, или точнее Османской империи, как-то тогда ее называли, и Болгария. То есть военные действия происходили как в Европе, так и в Азии, в Африке. Война велась не только на суше, но и на море. Началась она 1 августа 1914 года. Россия участвовала в ней до ноября 1918 года. Какую же роль играл наш Нижегородский край в той войне? Ну, во-первых, на Нижегородской земле был организован призыв в армию, и по сохранившимся данным их было несколько сот тысяч человек. Во-вторых, Нижегородская губерния стала одним из тех мест, откуда с западных территорий были эвакуированы как промышленные предприятия, так и культурные учреждения западных городов и губерний. После объявления мобилизации в Нижегородской губернии сразу же был организован призыв войскам, куда вошло несколько сот тысяч нижегородцев, которые практически участвовали во всех военных операциях данной войны. Помимо этого записывались еще и добровольцами эту армию, то есть как в армию, так и шли медицинские работники, почтовые работники, писари тоже шли на войну по призыву сердца. Помимо этого, из западных губерний в Нижний Новгород были эвакуированы промышленные предприятия, культурные и учебные учреждения. Нижегородский граф Аракчеевский кадетский корпус – начальное военное учебное заведение Российской империи. Первый среди губернских кадетских корпусов, созданных по воле Николая I. Основан в 1834 году как Новгородский кадетский корпус. В 1866 году переведен в Нижний Новгород и преобразован в военную гимназию. В 1882 году вследствие реформы Александра III переименован Нижегородский граф Аракчеева кадетский корпус, распущен в 1918 году. Насколько я знаю, Илья, ты занимался кадетским корпусом. Да, Нижегородский кадетский корпус был одним из лучших военных учреждений в императорской России. Офицеры и кадеты корпуса буквально стремились отдать воинский долг своей отчизне. Илья, а ты можешь представить себя кадетом того времени? Да, я представляю себя кадетом того времени, но я думаю, что это было бы очень сложно, потому что кадеты вставали в 5.30 с утра, у них была постоянная строевая подготовка, военные игры и почти не было свободного времени. Ну, лично я не смог бы так жить. Да, помимо этого, необходимо было знание нескольких иностранных языков, великолепно фехтовать, уметь танцевать и ухаживать за барышнями. Так что я полагаю, что это было бы для тебя крайне сложно. Да, по сохранившимся документам можно судить, что достаточно большое количество нижегородцев, наших земляков были награждены орденами и медалями за ту войну. Особенно поражает большое количество нижегородцев, ставших полными георгиевскими кавалерами за те военные подвиги, которые они совершили на полях этой страшной и ужасной войны. А что же было в тылу? В тылу, во-первых, занимались снабжением, вооружением армии. И самая большая проблема, которая встала в этой войне, и особо встала в этой войне, это была проблема с беженцами, которые хлынули в центральную Россию с тех территорий, на которых велись военные действия. Общая численность перемещенных граждан в период Первой мировой войны в России достигла 5 миллионов человек. На 1 ноября 1915 года в Нижегородской губернии осело 56 тысяч беженцев разного пола и возраста. Беженцы были разной национальности – латыши, литовцы, поляки, евреи, русские, украинцы, белорусы. Для оказания помощи этой категории жертв войны была привлечена помощь государственных учреждений и благотворительных общественных организаций. Среди них находился и комитет Великой княжны Татьяны Николаевны, который был создан в 1914 году, через три месяца после начала Первой мировой войны. Как и другие отделения, Нижегородское состояло из ряда отделов, в том числе финансового, трудового, а также в его состав входило несколько комиссий, которые учитывали конкретную ситуацию в губернии. Было создано и Нижегородское отделение комитета. Губернские отделения пополнялись за счет Центрального управления комитета. Субсидии МВД, часть средств давали сборы пожертвований. Постоянный статистический учет значительно облегчил дело розыска беженцами своих родных и знакомых. Так, на 1 мая 1916 года в бюро поступило 2000 запросов о розыске. Из них было удовлетворено 500. Насколько мне известно, Иван, ты же занимался этим вопросом? Да. Вновь я писал работу о Татьянецком комитете, который как раз и занимался вопросом беженцев. Организованная и слаженно поставленная деятельность оказала огромное положительное влияние на людей. Им было предоставлено жилье, одежда, пропитание. Людям была дана возможность продолжать достойно жить. Иван, скажи, пожалуйста, как бы ты себя повел, если бы ты попал в то время? Скорее всего, я бы работал в госпитале и помогал раненым. Или бы записался добровольцем в армию. Как вы полагаете, а кто был самым знаменитым участником этой войны из Нижегородца? Великий нижегородский летчик, который сделал впервые фигуру высшего пилотажа, впоследствии названную петлей Нестерова. Скажите, пожалуйста, как сейчас сохраняется память о Первой мировой войне в нашей стране? К сожалению, в нашей стране очень мало памятников, в которых бы отражен был подвиг нашего народа. Но в Нижнем Новгороде есть памятник как раз Нестерову, который установлен на Верхней Волжской набережной. Сейчас, в преддверии столетия начала этой войны, по всей стране ведутся научные разработки, будут издаются книги. В частности, в Нижнем Новгороде ведется работа по изданию книги памяти погибшим, раненым и участникам данной войны. Спасибо вам, Радислав Вячеслав, и за эту интереснейшую беседу. Пожалуйста. Но как вы полагаете? Ребята, какой вывод мы должны сделать из всего того, что здесь было сказано? Я считаю, что самое главное, чтобы в нашем обществе осталась память о тех событиях. И на сегодня все. До свидания, до новых встреч. До новых исследований и открытий. Всего вам доброго, ребята.